Привет дорогие друзья, снова с вами Замбирус. Наконец-то этот момент настал. Спустя 8 или 7 лет, наконец-то вышел мод под названием Venus Unleashed. При этом, создатели этого мода смогли добиться поддержки от Electronic Arts. И этот мод никто никогда не закроет. Вау! А это знаете что значит? Что до выхода следующего Battlefield в 2021 году мы доживем спокойно. И даже в случае, если Battlefield 6 окажется полным куском говна, Venus Unleashed нас спасет. Для тех, кто вдруг не в курсе, что такое Venus Unleashed. Это пользовательская модификация со встроенным мод-тулсом для Battlefield 3. Которая позволяет кастомизировать Battlefield просто невероятно мощно. Можно создавать собственные карты на основе карт Battlefield 3. Можно создавать собственные уникальные режимы. Можно менять характеристики всего и вся на сервере. Ну и конечно же, это нормальная сетевая составляющая. То есть нет-код. Регистрация попаданий. И конечно возможность отключить все негативные эффекты, которые нас раздражали в Battlefield 3. Например, синий фильтр. Например, дурацкое солнце, которое выжигало свои текстуры глаза. Да, для тех, кто вдруг не в курсе. Вот то солнышко, на которое все фапают, и типа оно реалистично. Это просто такая текстура, которая вас ослепляет и устраивает вам катаракту. И прежде чем мы начнем, дорогие друзья, хочу, чтобы вы сделали максимальный репост этого видоса. Я требую, чтобы все знали о Venus Unleashed. Этот мод реально спасет сообщество Battlefield. И чем больше людей о нем узнает, тем ярче и быстрее эта штука будет развиваться. Потому что пока модов не очень много. Мало карт уникальных каких-то. Хочется, чтобы комьюнити начало какую-то движуху. И про это должны знать все. Поэтому делайте репост этого видео. Если вы хотите сделать свой сервер, то по ссылочке в описании Excel Games вам просто покажут и подскажут, как это сделать. Плюс у них можно арендовать сервер для Battlefield 3, 4 и вот для Venus Unleashed. Ну а также, если ты тут впервые, подписывайся на канал, ставь лайк. А если ты подписан, то проверяй подписку. YouTube может отписать. Ну а теперь, как же установить Venus Unleashed? Все легко и просто. Для начала вам надо скачать лицензионный Battlefield... Спасибо, братан, ты попал в видеоролик! Спасибо за твой донейшн. Для начала вам нужно скачать Battlefield 3 в Origin. Да-да. Лицензионный Battlefield это необходимое требование для установки Venus Unleashed. Благодаря этой договоренностью между разработчиками мода и Electronic Arts мы получили этот мод. А если вы захотите поиграть на DLC картах, то вам придется купить DLC. Но, кстати, сейчас премиум эдишн Battlefield 3 раздают за 625 рублей. Поэтому, блин, это хороший момент для того, чтобы окунуться в мир Battlefield 3 и модов для него. После установки лицензионного Battlefield 3 переходите по ссылочке в описании на сайт Venus Unleashed и там просто регистрируйтесь. Вам после регистрации сайт предложит активировать ключ Battlefield. Не надо этого делать. Вы зарегистрировались и этого достаточно. Вы скачиваете клиента Venus Unleashed и устанавливаете его на ПК. Некоторые антивирусы могут жаловаться, мол, типа, файл заражен. Это неправда. На момент установки Venus Unleashed либо отключите антивирус, либо добавьте установник в исключение. Когда вы установите клиент, просто активируйте Origin, запускаете Venus Unleashed и он пару раз обновится. После этого предложит ввести логин и пароль. Там надо вводить логин и пароль с сайта Venus Unleashed, который вы зарегистрировали. И все, после этого вы создаете одного бойца и вперед в бой, боец. Ищи сервак Зомбирус и играй, потому что у меня там DLC карты. Хотя я хочу придумать какое-то расписание. Если у вас есть какие-то идеи для мап-листов на моем серваке, то прошу писать все в комментариях под этим видео. Ну и какие мои первые впечатления от мода? Не может быть Battlefield 3 так красиво выглядит без синего фильтра. Знаете, вот мы три дня стримили Venus Unleashed и я каждый стрим задаюсь вопросом, а зачем? Я просто помню все эти бодания между комьюнити Battlefield и DICE, которые сначала говорили, что да, окей, мы в одном из патчей добавим возможность отключения синего фильтра. Проходит месяц, ничего не происходит, и люди стали активно использовать Color Tweaker и SweetFX. После чего DICE просто решили банить массово игроков за то, что они отключают синий фильтр. Мол, типа это вносит дисбаланс. А потом они разрослись дикой истерикой в стиле того, что... Это наше художественное видение Battlefield 3. И как оказывается, я не понимаю в чем прикол этого художественного видения DICE, потому что, ну, серьезно, игра в синем фильтре уродливая. Без него игра какая-то очень мягкая, очень приятная для глаз. Не знаю, у меня постоянно от Battlefield 3 глаза болели, потому что там картинка слишком контрастная и слишком синяя. Отключаешь синий фильтр, и картинка просто становится очень мягкой, ровной. И это классно. Не знаю, не знаю. В целом, есть некоторые вопросы по реги вина с англиш. Несмотря на то, что T-Crate у нас вырос с 10 Гц до 60 и 120, для тех, кто вдруг не в курсе. T-Crate это скорость передачи информации от вас на сервер и обратно. В Battlefield 3 это делается 10 раз в секунду. Из-за этого были такие ситуации, когда вы стреляли в человека, он убегал за стену и умирал за стеной. Только потому, что он получил какой-то урон между отправлениями информации о тех пулях, которые вы в него впустили. Начиная с Battlefield 4 и работы Dice LA, T-Crate вырос с 60 и до 144 Гц. То есть, либо 60, либо 144 раза, типа, вы отправляете в секунду информацию о своих передвижениях, стрельбе, ваших волнах. Если кто не знает, там синхронизация волн даже есть. Синхронизация разрушений. То есть, вся эта информация отправляется на сервер. И вроде бы, изменение T-Crate в Battlefield 3 должно было улучшить состояние сетевой составляющей Battlefield 3. Ну, то есть, должны исчезнуть смерти за стеной. Каждая пулька должна регистрироваться в противника. К сожалению, в Venus Unleashed пока что есть такая проблема, что рега то есть, то ее нет. И я тестировал по-разному. Я разговаривал с ребятами из XL Games, которые, большое им спасибо, вручили мне в пользование целый сервер. Объяснили, как с ним работать и объяснили, в чем прикол T-Crate в Venus Unleashed. Допустим, 60 Гц комфортно ставить до 80 человек. В принципе, в Venus Unleashed можно устраивать зарубы и в 250 слотов. Но надкод не выдержит. И 128 надкод не может выдержать. И вчера мы играли, допустим, 40 человек у нас было на сервере. И там с сетевой составляющей, опять же, все волнообразно. То оно регистрирует попадание, то не регистрирует. То регистрирует попадание, то не регистрирует. То есть, рега либо есть, либо ее нет. И это очень странно. Может, это какой-то косяк в Venus Unleashed. Может, у меня неправильно настроен сервер. И надо еще сильнее уменьшить количество народа, но повысить T-Crate. Допустим, для комфортной игры на 120 Гц придется количество народа на сервере уменьшить до 32, наверное, 24, где-то так. Но, опять же, это надо потестировать. Но, допустим, 40 человек на 60 Гц играется комфортно. В любом случае, там нет-код все равно получается периодически лучше, чем в BF3 и в BF4. Но периодически там рега возвращается к стандарту BF3 и BF4. Так что вот так вот. Регистрация попаданий странная. Но, в целом, на безрыбье и рак рыбы, тем более от фаната одного, который сделал эту дикую работу. О, тут зомби с 2020 года и вечера того дня, когда записывался этот ролик. Там немножко футажи сломались, поэтому... Сейчас буду говорить про дурацкое солнце. Вы просто не представляете, как меня всегда бесило солнце в BF3. Вот играешь ты такой до Маванда, до Штурм, за атаку. Тебе надо спускаться с горы, чтобы дойти до базы русских. Но тебе солнце мешает. А противники этим солнцем пользуются. Они где-нибудь прячутся сверху. Там по левому флангу такие горы. Если там кто-нибудь засядет, то ты его просто не увидишь. Потому что тебя вот эта текстура солнца ослепляет. Именно она накладывается поверх объектов. Ну, то есть, по факту, на твой экран накладывается сверху. И это так раздражало. Но в Venus Unleashed это можно выключить. Можно выключить синий фильтр. И без солнца игра просто невероятная. Во-первых, лучше видно противников. Никто не прячется за дурацким солнцем. И у тебя меньше всего глаза напрягаются. Просто становится комфортно играть. И я не представляю, как сейчас возвращаться в ванильный Battlefield 3. И зачем это, конечно, делать, я не знаю. Потому что вышел в Venus Unleashed. Но без солнца игра очень комфортная. Также мы тут на днях попробовали несколько модов. Например, сделали мод-карту «Операция метро в захвате» в районе парка. Гарта, конечно, вообще не подходит под захват. Там, если очень сильная команда против вас играет, то она вас легко зажимает. И легко зажимает русская команда. Потому что с их стороны, с их спауна, много укрытий. Есть какие-то высоты и так далее. У американцев спаун — это чистое поле. В низине. И если вас зажмут, то вас не выпустят со спауна. Ну, примерно так у нас получилось на вчерашней зарубе. Также мы вчера испытывали ночной мод, который на все карты Battlefield 3, включая дополнение, включает ночное освещение из компании. Да, там есть некоторые косяки, что некоторые объекты подсвечиваются. На рынке Талах вот эти божественные лучи с неба с просто текстурами намазаны посреди карты. На Амане вся вода светится белым ярким цветом. Но в целом, в целом, вот DLC-карты очень классно выглядят в ночном варианте. Они прям чувствуются, что как будто они задумывались под ночной вариант. Но, к сожалению, там 10 объекта, которые издают дневное освещение. В целом, ночной мод прям зашел. Хотя на некоторых картах играть невозможно. Например, на Дома Ванде ничего не видно. На Скрэп Металли ничего не видно. А вот крепость Дони неплохо выглядит. Зиба неплохо выглядит. Не знаю. Ночной мод тоже интересный. И, в принципе, хотелось бы, конечно, побольше модов. Возможно, в ближайшее время на серваках поиграем в Infected, потому что есть мод на Infected. И, по-моему, все. Я больше не смотрел там модов. Не знаю. Venus Unleashed прям вызывает бурю эмоций. Наконец-то я могу как-то заполнить вот эту пустоту батлфилдовскую. Потому что последние там 12-13 лет я играю в две игры одновременно. Это в батлу и в колду. Но, к сожалению, Батлфилд 5 произошел. И это плохо. Но это плохо для всего Батлфилд-сообщества. А Venus Unleashed прям реально может спасти всю ситуацию. И вот только что мне ребята с XL Games пишут, что они добавили рождественскую карту в репозиторию Venus Unleashed. Блин. Сегодня по стримам, значит. Ну, думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Пожалуйста, устанавливайте этот мод. Давайте играть вместе. Потому что Venus Unleashed это спасение для БФ-сообщества. И надеюсь, что кто-нибудь помимо меня сделает ролик на эту тему. Я видел схему сделал. Но где всякие фракции вести, которые там в варзоне совсем сильно застряли? Ладно. Что вы думаете, если поиграли Venus Unleashed? Как вам Venus Unleashed? Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok